Мы его сначала сказали, разрубили его топором, и тело не нашли его. Следствие по банде велось в режиме особой секретности. Приговор читался более пяти часов. В итоге пожизненный срок получил лидер группировки Юрий Марухин. Его правая рука Ильстур Гарипов в 25 лет строгого режима. Остальные от 17 до 22 лет. 252 года на всех, и вот сегодня гром среди ясного неба. Это время почти истекло. Кровавое сообщество возвращается в родной город. Застрелено уже более 15 человек. Однако война между группировками по-прежнему не утихает. Преступная группировка, или как принято именовать сейчас сообщество, жилка возникла в Казани в 1984 году. К началу 90-х стала уже ведущим сообществом города. И не только. В 92-м казанская жилка взяла под контроль север российской столицы, включая речной порт, склады, нефтяные терминалы, заправки, рестораны и магазины. А также контролировала торговлю на Невском и Лиговском проспектах Санкт-Петербурга. Что касается Татарстана, здесь в борьбе за лидерство по разным подсчетам были убиты и пропали без вести от 80 до 150 человек. Осуществляли слежку за лидерами. И в связи с тем, чтобы узнать, кто конкретно пытается осуществлять данную слежку, трое потерпевших были похищены и впоследствии лишены жизни. Я вообще за смертную казнь, потому что они нас троих лишили всего. Для меня, мой сын, это все в моей жизни было. Страх перед возвращением преступников понятен, но неоправдан, уверяют профессионалы. Административный надзор за такими людьми после освобождения может длиться до 10 лет. С запретом посещать общественные места, увеселительные заведения и обязательным посещением полиции до 4 раз в месяц. То есть шаг вправо, шаг влево, контроль или запрет. Как правило, административный надзор, то есть обязательная отметка, регистрация лиц, которые освободились от места лишения свободы, предусмотрена прямо в приговоре. То есть после слов приговорен к лишению свободы на срок столько-то лет, далее, как правило, лицам, которые были осуждены за совершение тяжких либо особо тяжких преступлений, идет отметка с ограничением свободы. Вот это ограничение свободы и есть административный надзор. Да и экстрадиция в республику пожизненно осужденного лидера жилки, взбудоражившая казанцев, мера вынужденная, но не постоянно, уверяют специалисты. Визит убийцы в родной город будет скорым, но недолгим. Для проведения каких-либо следственных мероприятий. То есть не навсегда? Не навсегда. Еще в 2001 году у загнанной в силки кровавые банды одна за другой стали рушиться надежды на снисхождение. Сначала суда присяжных, потом Верховного суда республики, позже Верховного суда России. Вердикт единогласный, виновный по всем статьям. А вот надежда на благополучное возвращение на свободу у жилковцев сегодня уже начинает осуществляться. Правда, по предварительным данным, казанские силовики уже подготовили сюрприз для старых знакомых. Готовится к возбуждению целая серия уголовных дел по преступлениям прошлых лет.